Деяния апостолов глава 15 Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи и братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеева от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и считается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови и удавленина и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдаясь и хорошо сделайте. Будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обельным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями и апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяние, 16 глава. Они предавали верным соблюдать определение, постановленное апостолами-пресвятерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филипп, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Си, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел вознегодовав обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, «Си люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, А воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек к меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, — Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, — Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, — Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводу послали городских служителей сказать, — Отпустите их людей! Темничный страж объявил о всем Павлу, — Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, — Нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те, испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Деяние, 17 глава. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединилась к Павлу и Силе, как из еленов, считущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Яосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого, царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Яосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здесь не были благомыслине фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. И, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, ищущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот Суе Слов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовестовал имя Иисуса и Воскресения. И, взяв его, привели в Ариапаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охоте не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для опитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Да бы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Деяние, глава 18. Те же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии с силой Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших! Я чист! Отныне иду к язычникам!» И пошел оттуда и пришел к некоторому, чтущему Бога именем Юсту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа совсем дома своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлеона в Ахаии напали иудеи, и на душа напала и привели его предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все елени, схватив со Сфена начальника синагоги, били его перед судилищем. И Галлеон немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригший голову в кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там. А сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господней. Игоря Духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Деяние, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя, путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников. Ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайию, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста. Сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Собрал их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением, схватив Македонян, Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в город, ученики не допустили его. Также некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили его не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали, «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, «Мужи Ефесские!» Какой человек не знает, что город Ефесс есть служитель великой богини Артемида и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы на вам быть спокойным и не поступать опрометчивым. А вы привели этих людей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения сделано против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатор, Пирров, Вереянин, и Исписалоники, Исафористарх и Секунд, и Гай Деревянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же, и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Метелину, и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, на другой, пристали к Самосу, и, побывав в Трагелии, в следующий день прибыли в Мелит, ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Ассе, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же послав Ефес, он призвал пресвятеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждом моим и нуждом бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо мной поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колено свои, со всеми ими помолился. Тогда немалый плащ был у всех, и, падая на вы, у Павла целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Деяние, 21 глава. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Радос и оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. А они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него было четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие одни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов, и, сезав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям». Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки, на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнает все, что слышно имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда сиськи иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего!» Притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Фессианина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа и, схватив Павла, повлекли его вон из храма и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел ввести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал тысячи начальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного келитийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Продолжение следует... Продолжение следует...